И всем привет, ребят, с вами Страбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно нашему новому специальному режиму, который появился у нас неожиданно на всю неделю. Это, как по мне, лучшая, наверное, ДМ-ка, которая была у нас, ну, наверное, за последний год, может, даже больше, та ДМ-ка, которая приносит мне на данный период времени очень большое количество положительных эмоций. Ну и сегодня мы вместе с вами её скатаем, покажу, на чём я в ней играю, ну и, наверное, скажу, что это лучшее вооружение, которое существует для данного ДМ-режима. ДМ-ка у нас играется с всеми стандартными, дефолтными настройками матчмейкинга, за исключением одного момента, это того, что там нет у нас резистов. Ну и, понятное дело, что респы с нулевым уроном значительно меньше, чем в обычном матчмейкинге. Всё остальное остаётся также по дефолту, поэтому мы берём дикострайкер, дикострайкер с дистанционочкой и бустерочком. На корпус мы берём иммунитет от... ну, пусть будет Эми, пусть будет Эми, не будем его менять. Ну и отправляемся, скатаем сегодня одну ДМ-катку, постараемся дать очень хороший результат и посмотрим, сколько нам удастся зафармить. Пока что у нас в игре повышенных фондов нету, но уже на выходных и в пятницу, соответственно, на три дня у нас будут повышенные фонды, и в этой ДМ-ке можно будет фармить ещё больше. Ну и сейчас, если у вас складывается удачная катка, тоже можно зафармить порядка 6-7 тысяч кристаллов, если вы там набиваете около сотки, может даже больше сотки киллов. Я пока что рекордное количество набивал где-то около 120 киллов, при том, что запикивался в ту катку не с самого начала, то есть мне повезло, был очень-очень хороший бой. Ну а так, в среднем, где-то, наверное, около 80-90 киллов за матчмейкинговую катку у меня получается набивать. Ну и, как я уже сказал, это, наверное, лучшая ДМ-ка, которая могла быть. И весь её плюс заключается в том, что на страйкере с бустером у вас нет вообще никаких проблем уничтожать противника. Да, то есть эти критические выстрелы страйкера и в целом, да, игра по безрезисту на страйкере против лёгких средних танков, она безупречна, она просто идеальна. И я, когда впервые зашёл на эту ДМ-ку, я был очень сильно приятно удивлён, что она такая вообще у нас появилась. И многие со мной будут согласны. Поэтому давайте, я много размусоливать не буду, давайте мы сконцентрируемся на игре. Уже, пока что я говорил, 7 киллов мы сделали. Катку нас закинуло на осаду, есть всего три карты. Это осада, трек и третья карта колхоз. Мне больше всего нравится трек, но и на этой карте осада тоже можно очень хорошее количество киллов набивать. Что касаемо колхоза, мне почему-то он на дико страйкере не зашёл. Она какая-то такая более скомканная, а вот эти две карты, что трек, что осада, они для страйкера с дистанционкой подходят просто идеально. Здесь есть большое количество позиций, из которых можно на расстоянии уничтожать оппонента. И вот такие вот выстрелы попадать и чётко работать по противнику. Поэтому будем сейчас стараться. Уже 15 киллов я дал. Давайте попробуем хотя бы сотик воткнуть. По званиям здесь довольно маленькие ребята попались. Хорошая, удачная катка. Ну и в принципе, наверное, в матчмейкинге примерно все такие бои попадаются. Если вы, конечно, не стримите и вас не стрим снайпят. Поэтому пока что у меня стрима никакого нету. Я могу кайфануть и хорошую котлеточку здесь в этой каточке дать. Надеюсь, что как минимум сотик мы с вами набьём. Ну и диктатор. Типа, я не знаю, в комментариях, наверное, уже не нуждается этот корпус. Лучший корпус для меня вообще в целом в матчмейкинге. И для ДМки в том числе. То есть здесь за счёт этих критов можно ещё хорошее дополнительное количество киллов на постоянной основе давать. И вообще ни в чём себе не отказывать. Ну единственное, только с такими респами лучше сразу откатываться назад. Занимать более выгодную позицию для себя. И на расстоянии уже тянуть противника. Поэтому мы сейчас этим и займёмся. Ну и бустер идеально подходит. Для этой ДМки нету смысла использовать никакой любой другой дрон. Ну и если не используешь дикострайкера, да, там какие-то другие комбинации можно там и поиспользовать. Может и какие-то ловкачи и кризисы. Но для дикострайкера бустер это просто супер бомбочка. На которой можно легко и просто наваливать. Поэтому работаем. 28 киллов у нас уже есть. В принципе, наверное, неплохо. Но нужно, нужно стараться давать ещё больше. Больше искать лёгкие танки и по ним накидывать. Можно, конечно, накидывать и по средним тоже. Но по средним здесь ситуация немножко потяжелее обстоит. Блин, я случайно уничтожился. Лучше, конечно, не торопиться, не с уничтожаться. Лучше пусть уж противник меня сливает. Чем я буду отдавать килл в никуда и минусовать его себе. Ну и, конечно, вот такие вот стычки, когда на карте происходят, тоже их можно всегда контролировать. И от них дополнительные киллы тоже зарабатывать. По иммунитету, кстати, я, наверное, ошибся. Всё-таки лучше было бы здесь иммунитет от пробития взять. И я изначально что-то в гараж, когда зашёл, задумался об этом. Потом думаю, ладно, что стоит, то стоит. На том и останемся. Но вообще можно было переодеться. Ну какие криты залетают сочнейшие на страйкере. Это просто бомба. Это просто класс. Лучшая демочка. Что я могу сказать? Так, наверное, стоит немножко откатиться. Хороший выстрел выдаём. Добавляем. Можно, наверное, здесь и на какой-нибудь Изиди с вампиризмом играть. И с кризисом с Теслой паладина можно катать. Но я, как любитель дикострайкера, я уже давным-давно ждал подобного рода дмки. Помните, когда у нас на песке появлялся CTF вроде режим. И когда там типа спорт режима вводили, я говорил, блин, была бы крутая такая темочка, если бы там не было бы резов и были бы устройства. Да, тогда у нас были эти катки без устройств. И нельзя было хорошо поиграть на дистанционке. А сейчас у нас сделали со всеми устройствами без резов. Это просто, ну, бомбочка. Я такого момента очень-очень давно ждал. И, наконец-таки, он произошёл. Поэтому все те ребята, которые играют на страйкере с дистанционками, я надеюсь, что вы кайфанёте от этой замечательной дмки. Обязательно скатайте, даже если ни разу ещё не катали. Так, 45 киллов у меня. Прошло 5,5 минут. Неплохо, наверное. Давайте пробовать бить дальше. Пробуем, может быть, даже какой-нибудь мини-рекордик сделать. Но надо концентрацию поймать. Потому что я сейчас, если честно, немножечко на расфокусе. Так, он мигал, сводится. Надеюсь, мы его уничтожим. Надеюсь, он меня не сольёт. Ну, ладно, даже если тиммейт сливает, тоже неплохо. Главное, чтобы мне какие-то фраги оставались. Потому что если никаких фрагов не будет оставаться, то будет немножко неприятно. Так, откатываемся назад. И мне залетает дуплетик. Так, давайте будем более выгодные позиции какие-то занимать. Потому что пока что я занимаю не то, что надо. На таких позициях особо большого количества киллов мы не дадим. Поэтому выгоднее где-то здесь стоять. Наверное, блин, Квинс сам себя сливает. По васпикам накидывать, которые здесь открываются очень легко. По хопперам, которые открываются. Эти танки надо всегда уничтожать в первую очередь. А потом уже приступать к уничтожению каких-то титанов, мамонтов, викингов. Поэтому давайте. Здесь тоже респит неплохая зона. Можно стоять. Фраг мы не забрали. Вернее, забрали. Думал, сразу заберут, конечно. Быстро не забрали. Так, отлично. 1600. Порестрайкер какой-то против появился. Ну, как против. На противоположном фланге, можно так сказать. Так, ну и пока что-то как-то все равно не то. Все равно не то. Все равно не те респы. Все равно не могу найти себе хорошую позицию, где можно встать. И где меня не будет резко снимать. Вот поначалу катки было очень неплохая у меня позиция. А сейчас как-то не могу. Не могу ее найти. Быстро очень сливают. А здесь в такой ДМ-ке важно очень долго жить. 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 И жить можно практически всегда именно в той позиции, где респов нет. Вот даже вот тут чуть-чуть откатился. Встал. И позиция уже будет намного выгоднее, чем та позиция, где есть респ. Потому что с респа тебя сразу кто-нибудь уничтожит. Хотя вот видите, даже здесь респ меня настигает. Так, ДД-шку нажал. Хорошо. Уничтожили. Отлично. Добавили. Так, вот сюда, наверное, давайте откатимся чуть-чуть сюда. Чуть-чуть боковишечку возьмем. И я думаю, что будет достойно. Так, изиточка у них ходит. Блин, но они все равно за мной катают. Все равно за мной катаются бойцы. Не могу найти пока позицию. Которой я буду доволен. Извиняюсь, немножечко, чуть захрипел. Так. Расходку у парня пропало. Этим, конечно же, мы воспользуемся. Когда расходки пропадают, это очень хорошо работает нам на руку. Так, и здесь по ВОСПу можно тоже накидать неплохую котлетку. Отлично. Уничтожаем его. Там на даль накинул, но урона много не залетело. Ну и тут какие-то ВОСПОЖИГИ меня решили законтролить. Пока что идем неплохо. Но можно еще и подускориться. Вообще я шел сначала на очень солидное количество киллов. Сейчас чуть-чуть подсдал. Но все равно какой сотик мы набить здесь можем. Мне так кажется. Давайте, 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 давайте. Так, паладинчик. Закатывает наверх. Надо его уничтожить обязательно. Хорошо. И сзади еще Тесла появляется. Ну, Тесла, конечно, ничего я здесь сделать не смогу. 67-очка у нас. По второму месту здесь 30. Вообще киллов надо находить точки. Спаунов большого количества игроков. И желательно, чтобы они отвлекались друг на друга. А я чисто давал накидку. Чисто давал накидочку. Так, Хантер закатывает. По нему может залететь неплохая котлетка. Еще добавим. Добавим. Супер. Так, по Викинга Смаке тоже добавляем. По Викинга Твинсу. Можно было бы добавить. Так, еще Тесла. Вот это Тесла очень противная. Прям очень противная. Это Крусейдера Тесла. Вот. Конкретно мешает мне. Блин, ну по фарму, конечно, ДМ просто сказка. Просто сказка. Сколько здесь можно опыта поднять. Сколько здесь Крисов можно поднять. 4,5 минуты у нас еще есть. По Теслочке накидываем. О, кстати, вот этот спаун очень, очень хороший. Это очень хороший спаун. Надеюсь, что мы с этого спауна сейчас накидаем неплохо. Здесь открытая выгодная позиция для Диктатора. И она очень хорошо простреливается с разных сторон. Можно добавлять. Добавлять и добавлять очень и очень много. Так, вот это еще здесь по Викингу. И еще добавочки. Блин, не-не-не, стой, 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 друг. Стой, дружанечка, стой, стой, стой. Хорошо. Еще, может быть, добавим. По паладину Тесле. Добавить, 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 добавить. Из аптеки. Ай, к сожалению, слились. Так, но позиция хорошая. Меня, по крайней мере, не сливают. Значит, респов особо здесь нету рядом. Можно постоянно на накидке. 78 у меня киллов есть. Кстати, поверху там уже выпушивает меня тип. Который думает, что я его не вижу. Я его, конечно же, вижу. Но, к сожалению, все равно я ничего сделать не смог. Так, 78. Три с половиной минуты. Нам хватает, наверное, долететь до непосредственно соточки. Но для соточки надо еще постараться. Так, пробитие залетает. Неприятное пробитие. Дик овердрайв прожимает. Блин, у меня контрят. К сожалению, контрят. К сожалению, киллы не летят с этой позиции. Так, ну давайте пробовать здесь накидывать. Так, хорошо, хорошо, хорошо. По харючку. По викингу. Блин, ну Тесла. Тесла в упоре это просто ужас. Когда ты не можешь взять расстояние. Да, вот, например, на треке там расстояние очень легко берется. А вот здесь ты не можешь взять расстояние на респах некоторых. И тут сразу у тебя начинаются проблемы на карте. Ты не можешь откатиться. Соответственно, они идут у тебя хорошо киллы. Как только ты откатываешься, сразу все становится. На треке в таких ситуациях намного меньше. Где тебя начинают контрить. Соответственно, там немножко проще в этом плане. Ну, здесь тоже надо просто быстро менять позицию на более выгодную. И тогда будет тоже контент хорошо залетать. Так, 17 киллов. Давайте постараемся запотеть. У меня сейчас еще одна оверка будет. Вот этот респ тоже неплохой. С этого респа можно накидывать. И накидывать очень плотно. Так, и еще добавил килл. Вот здесь сверху можно поработать. В аспа забираем викинга. Забрать бы викинга или хопера. Хопер есть. Викинг нет. По дику. По дику залетело. Но маловато. Не хватает. По мамонту отлично. По викингу добавить. Слить. Слить викинга. Слить викинга. Значит, живучий викинг ужас. Его по итогу там вообще добивают очень быстро. Так, овердрайв прожимаем. Было рисково, конечно. Добавляем. Еще добавляем по нижнему мамонту. Нужно слить. Блин, так у него еще спасатель, что ли? Блин, со спасателем играют молодые. Куда они со спасателем играют? Так, харька. Можно было вообще ваншотить. Но, к сожалению, не шотнул. Зато слил еще одного крусейдера. Одна минута. Десять киллов нам надо до сотки. Шансы есть. Шансы есть. Поднять здесь сотик. Так, у вас прыгает сразу вниз. Пробуем его забрать. С двух выстрелов не забираем. Строго забираем. Дико. Вернее, не дико. Крусейдера не забираем. Викинга снизу забираем. Викинга еще одного забираем. У вас спас разворота не забираем. Денадцать три. Семь киллов. Сорок пять секунд. Нужен хороший спаун. Овера у меня больше не будет. И нужно постараться кого-то подзабрать. Кого-то подзабрать. Кого-то подзабрать. Ну, кого здесь подзабирать-то? А? Крусейдер. Вернее, паладин. Крусейдер и паладин. Это викинг. Изида. Нет. Ну, и сейчас будет ластовый респ. Но, скорее всего, я уже ничего здесь не успею. Немножечко не зафартило. Но, эта карта такая. Больше респов. Чуть где-то может больше повезти. Чуть где-то меньше может повезти. Я чуть-чуть концентрацию, конечно, потерял. А шло, в принципе, все за сотик даже. Если честно, могло получиться в этой катке очень даже хорошо. Но, 97 тоже неплохой результат. Ну, вообще, я набил как бы 98. Но, 97 пошло в зачет, потому что я самоуничтожился. 6 тысяч. Кри без повышенных фондов. Соответственно, с такой катки я бы получил бы типа 12 тысяч. Но, на самом деле, я бы получил бы больше. Потому что на повышенных фондах еще роляет выход игроков. И там фонд как-то еще больше растет. То есть, мне кажется, что за такую катку бы на повышенных фондах можно было бы даже получить там 1013-14 спокойно. И за такую катку я считаю, что это очень-очень солидные цифры. При этом опыта тоже 6 тысяч. То есть, вы можете фармить как опыт, так и кристаллы в этой ДМке. И играть на своих самых любимых вооружениях без резиста от противника. Я считаю, что это просто лучший, лучший ДМ режим, который когда-либо мог быть. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Играли ли в этой ДМочке или нет. Если не играли, то я на вашем месте бы сейчас бы прямо-таки взял бы и пошел бы сыграл. Ну и мой ваш совет играть, конечно же, на Дико Страйкере. Дальше, конечно, делайте выбор сами и решайте сами, на чем вам лучше катать. Но Дико Страйкер безумно круто работает. Поэтому поддерживайте лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который есть у нас здесь в описании. Вернее, не в описании, а в настройках. Нажимаете аккаунт. Дальше, листаете вниз тег создателя контента, мой личный ТМП. Вводите его, оформляете какие-то покупочки в магазине, поддерживаете, соответственно, меня. И при этом еще можете участвовать в розыгрыше для тех ребят, которые поддерживают по тегам. Вся информация по тегу есть в описании к этому и любым другим видеороликам. Поэтому там можете спуститься, быстро все понять и разобраться, что нужно сделать, дабы поучаствовать в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.